В комментариях под прошлым видео, где мы обсуждали Токеду, многие из вас попросили меня сделать обзор на слив второго Комбат Пака. То есть ответили на мой вопрос. Ну а тут еще настала такая жуткая жара и духота, что невозможно не пролить водички на события касательно игры Mortal Kombat 1. Всем привет, друзья, с вами Анидзука и сегодня мы обсудим наконец-таки этот слив датамайнинг касательно второго Комбат Пака игры Mortal Kombat 1. Так что просьба поставить большой палец вверх под видео, если вам нравятся такие болтальные водяные подкасты без сценариев и бумажек и всего. И оставить ваши комментарии под видео обязательно тоже, все что вы об этом думаете. Итак, ребята, значит, что мы знаем? Мы знаем, что произошел слив благодаря датамайнингу. Такой есть датамайнер Интерлока, который много чего сливает в интернет, откапывает в коде игры. Я вам говорил, что я против этой всей темы датамайнинга. Да, прикольно, когда в какой-нибудь старой забытой игрушке какие-нибудь секреты находят или что-то типа того с помощью этого. Но когда вам спойлерят, мне это не очень нравится. Поэтому я не торопился записывать видео по этому сливу и специально спросил у вас, стоит ли это сделать. Ну, в общем, многие захотели, давайте, ладно, обсудим. Сразу предупреждаю, что многое из того, что там озвучено, может оказаться неправда. Это может, все просто может измениться. Да, что-то есть в коде игры, но разработчики в любой момент могут все изменить. Как было, например, с одним из сезонов вторжения в Mortal Kombat 1. Один, да. И также, например, всякие темы были, например, должен был в Mortal Kombat 11 выйти персонаж Эш, но он не вышел. Так что ожидание своей занисти, то есть что-то из этого может выйти, а что-то может не выйти. То есть 50 на 50. Итак, давайте сначала поговорим о негостивых персонажах. То есть известно, что в этом сливе, да, говорится, известно, что выйдет у нас Нуб Сайбот и Сайрекс и Сектор. Вот такие вот три персонажа негостивых. Соответственно, ну что можно по этому повыскать? Нуб Сайбот. Да, он был как играбельный персонаж в прошлой части Mortal Kombat 11. В MKX его не было, то есть они как-то вроде бы его чередуют. В MK9 он был, в MKX не было. В MK11 вернулся, не DLC. Вот я не знаю, как к этому относиться, то есть что такого персонажа типа добавляют как будто бы в DLC. Вот. Но у него много фанатов, у него большая база фанатов. В принципе, можно его ждать, хотя, конечно, хотелось бы ждать все равно каких-то персонажей, вот, более редких, да, вот, все той же 3D-эры, вот этой вот времен PlayStation 2, типа какого-нибудь драмина там или что-то типа того. Ну, в общем, ладно, если будет Нуб Сайбот, то будет Нуб Сайбот. Я ничего против не имею и знаю, что многие типа его ждут и все такое. Вот. Так что это одно из самых скучных таких сливов, можно сказать. Дальше. Сектор Сайрекс. Два киборга, которых тоже очень многие любят, и многие хотели их еще в Mortal Kombat 11, но не получили. Вот. В Mortal Kombat X была замена, им был Трайборг, и, по-моему, это была очень удачная вариация. Вот. И мне вот действительно кажется тоже странным добавление обоих этих киборгов, учитывая, что Сайрекс и Сектор есть еще и в Камео. Вот. И, как мне кажется, как раз была бы удачная идея добавить все-таки Трайборг, опять-таки, Трайборг, содержащие в себе все стили этих киборгов. Да, в игре Mortal Kombat 1 нету стиля, переключения стиля боя у персонажей, но можно было бы сделать вот именно у них это. Не выбираешь в начале боя, да, какой там, за кого ты играешь, а прямо во время боя, чтобы он мог переключаться там. Например, вот как Шан Цунг переключается на молодого и старого, и также можно было бы Трайборг переключаться на стиле типа боя. Вот. И, по-моему, так это было бы хорошей заменой, и типа один боец, а не два вот этих киборга похожих, да. Ну, у них разные приемы, но в целом, да. Но есть еще и другие, да, другая тема, что у этих киборгов поменяют пол, то есть это будут женские персонажи в этот раз. Многие от этого бомбят. Что я хочу сказать? Я нет, я не бомблю от этого. Это будет придаст какой-то, если так будет, придаст какой-то свежий взгляд персонажам. Они могут быть более даже какие-то интересные, что ли, я не знаю, за счет этого. Вот, как бы. Поэтому, ну, мне кажется, это даже прикольная тема. То есть вот Джанет Кейджа, да, свапнули, сделали Джанет Кейдж вместо Джонни Кейджа в камео. Вроде как прижилось. Забавно смотрится. Вот, поэтому я не против с Аликса Сектора женских персонажей. Но главное, чтобы это выражалось как-то так визуально прикольно. То есть не то, чтобы там, я не знаю, сиськи им сделали, типа роботизированные. Ну, там, типа, да, зачем им это нужно? Возможно, если они будут, то у них будут открываться маски, и там будут человеческие лица, как у Рубокопа, да, например. Ну, у них такое и было, на самом деле. Если посмотреть концовки персонажей, там, времен Mortal Kombat 4 и времен PlayStation 2, там у них реально под масками лица есть. Вот, соответственно, было прикольно, если бы были такие харизматичные женские персонажи, которые там какие-то, ну, прикольные диалоги между ними были, колкости разные, всякая такая тема. Вот, поэтому вот к этому сливу я отношусь нормально. То есть, ну, было бы прикольно. Но всё-таки я бы больше хотел, чтобы это был Триборг. Пускай женская версия, но это был бы Триборг. Все киборги типа в одном. Вот, он занимал бы всего одну ячейку, как бы, и другого код персонажа мы могли бы ещё добавить. Вот. Вспоминайте, вспомните, может быть, вы играли в Мугены или на нашем лайв-каналах. На нашем лайв-канале бывает присутствие на турнире ботов, и там есть Шиборг, как раз-таки версия от нашего российского автора Тёмы. Как раз он сделал женскую версию Триборга. Вот. Это было бы действительно классно увидеть, на самом деле. Вот. Ну что, давайте перейдём теперь, ребят, к гостевым персонажам. Потому что, ну, с этими всё понятно, да, что уж тут говорить. Так, значит, по сливу там нас ждёт Конан. Причём, ну, Конан был ещё в первых самых слевых ещё до того, в первых Комбат Пак, он вышел. Я о нём тоже говорил в одном из видео. Короче, он никуда не делался, он, видимо, есть там ещё в данных. Потом, Крик. Уж тоже сколько слухов про него. В общем, тоже есть он в данных. И третий персонаж, это у нас Т-1000, Терминатор. Ну и что я могу сказать по каждому из них по отдельности? С Конаном всё понятно. Ну, то есть, Котель Кан, по сути, в Мортал Томбат 11. У него даже скин похожий там был на Конана. Как он будет играться, примерно так же, как Котель Кан. Ну, то есть, махать мечом, как он, и там, долбить мощными ударами. Ну, в принципе, что-то прикольное бы вышло, такой, типа, тяжёлый персонаж. Ничего плохого не могу сказать в этом плане. Вот. Идём дальше. Крик. Вот этот вот, Ghost Face. Вот это самое дебильное, наверное, что можно было добавить из ужастиков в Мортал Комбат 1, по моему мнению. Это не бояться, опять-таки, это просто, там, кучка маньяков каких-то, которые переодеваются в эти маски и режут всех ножом. Что в них интересного, что в них брутального или какого-то такого, я не представляю. В какой-то игру ужастик, типа ДБД, да, это нормально. В Мортале это тупо, ну, просто, какие у него боевые качества. Да, геймплей можно сделать интересным, это в любом случае, там, телепорты, подбегание двойников и всё остальное. Но в плане стилистики это, по-моему, супер мискаст, скажем так, да. Вот, поэтому, ну, совсем не хотел бы я его увидеть в Мортал Комбат. Хотя, не исключаю, что могут сделать суперинтересно по геймплею. Так, ну и третий вариант, это Т-1000. Это вообще отдельный разговор. Да, перед чем сейчас мы его обсудим, хотел бы сказать, что ещё в целом сама картина. Вот, смотрите, в Комбат Пак 1 гостевые персонажи были все в одной теме супергеройка. То есть, они реально вместе все смотрелись в одном паке. То есть, три разных супергероя, которые могли драться между собой. И это прям логично. Здесь же, ну, типа, тематика кино просто получается. Но в целом жанры разные. То есть, фэнтези, хоррор, да, и фантастика боевик. То есть, они абсолютно разные по жанрам. То есть, у них ничего общего, может, между собой вообще нет. И вот это вот какой-то фейл, да. В Мортал Комбат 11 там тоже была определённая тематика. Там был Рэмбо, Робокоп, Терминатор. Ну, то есть, это реально герои боевиков тех годов. То есть, вот как раз они были все на одной волне, можно сказать. Вот. А здесь как-то совершенно просто вразнобой. Вы не находите? То есть, как бы, какой-то связи между ними особо нет. Вот. Ну и, в общем, какой-то беспорядочный Комбат Пак получается. Поэтому я не сильно верю, что так и будет. И давайте теперь поговорим о всё-таки Т-1000. Вот к нему больше всего вопросов. Ну, что из себя представляет этот персонаж? Это, ну, типа, какой-то робот там, киборг. Не киборг, это как, даже это не киборг, но робот, короче, да. Который состоит из жидкого металла. Может быть, там уже эти нано-машины и всё остальное там, как в новых версиях был. Ну, суть в том, что это всегда был жидкий металл. То есть, он просто, он может там вытягивать руки, ноги, там лезвие, руку превращать. Он может превращаться в любого персонажа, да, внешность его брать. Но смысл в том, как его использовать правильно. Как правильно его сделать в файтинге. Его же невозможно бить. Вот вспомните сцены из Терминатора, там, где Шварценеггер с ним дерётся. Из Терминатора 2, да. Он бьёт ему в рожи, и у него просто кулак просто сквозь, лицо пролетает насквозь. И потом рука, ну, эта голова превращается в руку, которую держит Арнет. Ну, то есть, как бы ты его ж не ударишь. Как ты можешь ударить жидкий металл? Вот в чём прикол. И, например, представьте фаталити. У него же нет, ну, крови, у него нет внутренних органов. Как его будут фаталить? Или он просто будет разваливаться на куски вот этих вот, слизи вот этой вот, как бы, жидкого металла такого. Просто там отрубили голову, там, нет, ничего, просто вот металл жидкий. Отрубили руки, там, ничего нет, оно упало. Но он так не умирает же. То есть, мы по фильму знаем, что его убили только расплавив жидком металле. Всё остальное на него не действует. Даже когда его заморозили, вот Саб-Зир мог бы заморозить и разбить его, он потом же склеился и всё остальное. То есть, как бы, так не особо логично получается. Ну, и, соответственно, вы понимаете, что его, как бы, как его бить-то? То есть, ты бьёшь его, а твоя нога в жижу утопает, как бы, вот. То есть, он не будет удары-то особо получать, да, получается. Вот в чём дело. В общем, тут прям им придётся как-то супер покреативить. Я уже представляю, что из этих фишек можно сделать, там, например, вот как раз Перри какие-то, да, ему бьют в голову, а эта голова превращается в руку и, там, бросок через себя и, там, и всё такое вот, типа, делает. Ну, то есть, визуально можно что-то прикольное сделать, но это будет совершенно не соответствовать персонажу, потому что его невозможно бить, по сути, получается. Ну, даже если ты его бьёшь, ты ему урон-то не наносишь, как бы. Вот в чём дело. Да, Скорпион мог бы его расплавить, может быть, своим пламенем, там, в теории и всё остальное, но остальные персонажи как? Ну, то есть, это был бы какой-то косплей Т-1000, а не настоящий Т-1000, чтобы можно было его поместить в файтинг и с ним кто-то дрался. Вот о чём я говорю, то есть, как бы, ну, то есть, нужен прямо супер-пупер креативное решение в его боёвке, чтобы не обращать внимания на косяк того, что такого не может происходить, да, как бы, с ним, что его нельзя бить, там, вырубить его нельзя. В общем, ты ему отрубаешь конечность, а оно обратно всё приклеивается у него, то есть, как бы, вот, как бы, вот в чём дело. То есть, нужно сделать что-то супер-креативное в его боёвке, чтобы ты закрыл глаза на всё остальное. Вот в чём дело. Насчёт, на то, что его нельзя убить, как бы, что ты победил, а ты его не победил, он встал, по идее. Вот, поэтому очень стремно. Мне всегда казалось, что, ну, как его можно в файтинг добавить, да, ну, Терминатора ещё со скелетом можно, да, в Мортал Комбате, как бы, реализовали как-то, как смогли более-менее в 11-й части. Ну, уж тут я вообще не представляю, как они это дело реализуют. Вот. Вот. Даже в Мортал Комбате 11, представьте, там, да, у него какое-то сердце там было, что-то ему выдирали сердце, там. Ну, такое, типа, они его переделали под какое-то механическое сердце, там, да, электронное, там, типа того. Но всё равно это смотрелось не так, как в фильме, нихрена. То есть, там был другой чуть-чуть, какое-то у него строение. Поэтому здесь, соответственно, ну, не знаю. В общем, вы мою мысль поняли, да, что, ну, как-то странно он реально будет смотреться здесь. Ну, посмотрим. В общем, мне как-то не сильно во всё это верится. С одной стороны, я понимаю, что засунуть можно всё, что угодно. Но как ты это реализуешь? Вот ещё важно. Вот. Так что, вот, такие мои мысли. Но это ещё не всё, да, есть ещё сейчас новый слив, который везде сейчас фигурирует, в котором уже говорится о том, что будет помимо Combat Pack'а. То есть, скорее всего, это тоже враньё. Не тоже, а скорее всего, это враньё, это не дата майнинга. Вот просто кто-то, может быть, выдумал, не знаю. Ну, может быть, что угодно. Итак, значит, издание с двумя Combat Pack'ами, типа, будет называться Titan Edition. Что звучит принципы логично. Титаны же есть в игре, типа, ты с ними дерёшься, всё такое. Ну, хрен его знает. Ну, вряд ли это будет называться этот, как его... Последствия, как было в Mortal Kombat 1. Они же меняют название. Вот. И во втором Combat Pack'е там написано такое. Ну, значит, персонажи тоже самое. Ну, псайбот написано, что 17 сентября выходит. Ghostface 29 октября. Cyrox 3 декабря, Conan позже в январе. Сектор в марте. Т1000 неизвестно когда, типа, не анонсировано. И тут ещё написано, какие камео бойцы будут в игре. Будет, типа, Харуми 17 сентября. Прямо 17 сентября. Вместе с нупсайботом, типа. Харуми это, типа, жена Скорпиона, которую убили. И она, как бы, присутствует в Mortal Kombat 1 во вторжениях. Там есть такие гибридные бойцы, когда меняют что-то персонажа. И Харуми там сейчас есть в последних сезонах. Это просто женская версия Скорпиона. Всё. Вот. Зачем я засовывать в камео, я вообще не понимаю. Мне кажется, это просто бессмысленно. Хатару, типа, 1 октября. Хатару персонаж времён PS2R. Ну, его можно, в принципе, он там, не знаю, что бы делал. Но что-то бы делал. Это ещё можно представить. Кол Янг персонаж из фильма. Ну, тут сложно сказать. В принципе, Кол Янга можно было бы засунуть через то, что фильм второй скоро выходит. Да, как бы, в виде камео хотя бы. Он всех бесит. Он всех бесил после первой части фильма. Но в виде камео можно было бы добавить какие-то там обилки с его шкурой. Там это, в общем. Хамелеон. Мужская версия Хамелеона. Ну, тут тоже не знаю, короче. Есть же Хамелеон, а теперь ещё Хамелеон. Ну, не знаю. Как-то не очень получается. И какой-то ещё Страйп. Я даже не знаю, что это за персонаж Страйп. Может, это что-то времён игры про Джакс. Там, я не знаю. Ну, не помню уже такого персонажа, как Страйп. Хрен знает, кто это. Если, ребят, знаете, кто такой Страйп в вселенной Mortal Kombat, напишите в комментах. Потому что я не помню. Может быть, это вот реально откуда-то из... Как там игра про Джакса называлась? Special Forces, короче, на PS1. Может быть, не знаю. Ну, в общем, какой-то совсем мутный слив, короче, получается. Вот. Ну, а так... В общем, я своё мнение высказал. Не сказать, что впечатляет в целом вот эта вся подборка. То есть нет какого-то... Вау, вот за этим я побегу. Ну, да, Конан, как бы. Ну, 2000. Ну, Крик вообще нахрен не упал. Сарик Сектором. Ну, да, женские версии. Интересно взглянуть будет. Ну, Псайбет. Ну, мне лично надоело уже на времена... Ну, в МК-11. Вот, поэтому... Ребята. Я надеюсь, что много из этого не сбудется. И мы увидим что-то более оригинальное, чем сейчас в этом списке. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Но я понимаю, что можно добавить хоть чёрта лысого. Самое главное, чтобы оно игралось интересно. Вот. Такие дела. Такие мои мысли по поводу этого слива. Ваше мнение, ребят, пишите в комментариях, как верите ли вы в такой Комбат Пак. Верите ли вы, что будут женские версии персонажей. Ну, хотя это, в принципе, логично, да, в этой версии, да. Но, в целом, в общем, ваше мнение тоже пишите в комментариях. Мне не очень нравится пока же содержание этого Комбат Пака. Но было бы интересно увидеть трейлер, как визуально реализует персонажей. Может быть, там что-то цепанёт. Вот, скажем так. Ну, что ж, ребят, а на этом всё на сегодня. Спасибо всем, кто слушал, пил водичку в эту жаркую погоду. С вами был Анидзока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!